Всем привет! В эфире универ-юс, а в студии Карины Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Татарстане подвели итоги конкурса «Студент года». Казанский университет отметил Татьяну День. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов провел заседание Республиканского оргкомитета по подготовке Всемирных зимних игр специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Мероприятие прошло в Доме правительства Республики Татарстан с участием министра спорта России Олега Матыцына и ректора КФУ Ильшата Гафурова. В зале КРК «Пирамида» наградили и выбрали лучших студентов Республики Татарстан. О том, как проходило награждение конкурса «Студент года» в нашем сюжете. Вечерние платья, костюмы, конверты с именами победителей нет, речь не про вручение Оскара. Так в Казани в День студента награждали победителей и лауреатов ежегодной премии «Студент года». Всего на конкурс было подано более 350 заявок, из которых в очный этап прошло половина. Лучших из лучших выявляли в следующих номинациях. Староста года, интеллект года, общественник года, творческая личность года, доброволец года, иностранный студент года, спортсмен года, медийщик года, гран-при, студенческая организация года, студенческий совет общежития года, студенческий творческий коллектив года, студенческий творческий клуб года, студенческая медиа года, студенческий проект года, орган студенческого самоуправления года, студенческое научное общество года и студенческий спортивный клуб года. Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, именно активное студенчество всегда играло значимую роль в развитии республики. Студенчество – это активные люди. Мы тоже были студентами, были большие планы, было очень интересно. И, конечно же, мы вам завидуем, потому что у вас все впереди, и будущее нашей страны, будущее нашей республики, наших городов – это вот вы. А вот ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров больше говорил о будущем. А именно вы, кто сидит сегодня в зале, кто завтра выйдет из стен наших университетов, поведут в нашу страну хорошее надеясь в будущее. Примечательно, что именно Ильшат Гафуров вручил диплом номинации «Общественник года», ведь в Казанском университете работа с общественными организациями находится на очень высоком уровне. Победительницей стала Алия Минулина, студентка Института международных отношений Казанского федерального университета. Я состою в нескольких организациях, являюсь руководителем Первой лиги Республики Татарстан, руководителем проектов «Салятия», работаю и дарю себя в Казанском кооперативном институте. Также, помимо этого, я победитель кадрового резерва, активист Казанского федерального университета, бывший экс-председатель Института международных отношений, и можно перечислять огромное количество. Наверное, это все, сочетание общей работы, работа с командой, дает звание общественника года. В номинации «Спортсмен года» лучшим стал Денис Давыдов, человек, чья судьба тесно связана с нашим каналом. Долгое время Денис был корреспондентом программы «Неделя спорта» и брал интервью у известных спортсменов, а сейчас сам оказался в роли интервьюируемого. 20-й год, наверное, как раз-таки был самым ярким, потому что нашей команде, в которой я играю, удалось выиграть и республиканский турнир, и всероссийский турнир по футболу в чемпионате АССКА, поэтому это было очень приятно. Здесь, наверное, роль большую сыграла наша команда, потому что я как командный урок не могу выиграть один, я выиграл месяц команды, и очень благодарен ей. Казанский федеральный университет, конечно, также дает очень большие возможности для того, чтобы путешествовать, проявлять свои самые лучшие качества, и я очень счастлив, что в этом году мне это сделать удалось. Также Казанский федеральный университет отметился лучшим студенческим проектом года. Им была признана цифровая система общежития. Если общее сказать, то это будет минимализация бумажного носителя, то есть все будет делаться электронно, и студенты будут, как и подбирать, ну то есть для студента будет удобно, например, когда он только поступил в университет, для него будут подбираться соседи, то есть по интересам. Помимо прочего, в Казанском федеральном обучается лучший иностранный студент года Женебек Жафаров и медище года Тельят Тухватулина. Я в первом курсе создал и был основателем ассоциации иностранных студентов Института международных отношений, и по сегодняшний день являюсь ими руководителем. И мы уже на следующий, ну, прошло, ну, через год, как мы создали нашу организацию, мы вышли уже на уровень университета и на уровень Республики Татарстан. Лучшим же стал студент Казанского инновационного университета имени Тимирясова Дамир Нургалеев. Именно он получил почетную награду из рук президента Республики. Вы из лучших номинация Гран-при! Вот он, победитель! Друзья, хочется сказать, что финалисты, финалисты... Напомним, что в этом году премия проводилась в 16-й раз, а участие приняли 25 вузов Республики. Александр Фирсов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском университете прошел традиционный концерт, приуроченный к празднованию Дня Российского студенчества. Всероссийский день студента Татьянин день. Какими номерами удивили талантливые студенты на этот раз, смотрите в нашем следующем сюжете. Ежегодно Казанский университет отмечает Татьянин день весело и с размахом, собирая на одной площадке самые талантливые молодежь. Традиционно празднование началось на улице и продолжилось уже в холле Уникса. Это традиционные мероприятия, когда под определенную тематику перестраивается весь холл Уникса. Мы встречаем ректора, гостей. В этом году год был приурочен к 60-летию полета Гагарина в космос, год родного языка. Мы постарались учесть все данные тематики и отразить их в холле. Далее гости перешли в концертный зал. По традиции поздравил студентов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Будьте молодой душой, будьте всегда студентами, помните эти студенческие годы. Они никогда не вернутся, поэтому надо использовать их для того, чтобы научиться получать знания, для того, чтобы научиться их использовать по жизни и для того, чтобы научиться коммуницировать и дружить друг с другом. Не обошлось и без дефиле Татьян. Театрализованное представление студенток под музыкальное сопровождение. С поздравлением выступила и еще одна представительница имени, заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова. Я, конечно, хочу сказать, как выпускница лучшего не только в России, а во всем мире нашего любимого Казанского университета. С праздником! Перед зрителями, завораживающими номерами, выступили танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, а также был исполнен гимн университета хоровой капеллы имени Усцова, оркестром вуза и эстрадным оркестром Аврора. С Татьяным днем мы празднуем вместе день рождения университета, поэтому это ряд более официальных мероприятий, номеров, назовем так, и массовые веселые номера от студентов. Сегодня абсолютно каждый номер новый, студенты постарались, несмотря на то, что даже сегодня с утра студенты сдавали экзамены. А теперь предлагаем посмотреть, как прошел Татьянин день в Елабуге. Подробнее в нашем сюжете от наших коллег. На площади Ленина состоялся праздник российского студенчества. Традиционно Татьянин день собрал самых активных представителей учебных заведений Елабуги. Горячая медовуха и вкусные блины, интерактивные площадки и добрые пожелания руководителей района и вузов придали празднику особую атмосферу. Поздравляю с замечательным праздником. Ребята, пронесите через все студенческие годы возможность совершать поступки, проявите настойчивость, становитесь лучшими каждый день и почаще смотрите в небо, там звезды, а это значит к счастью. С праздником вас! Почетные гости вновь смогли окунуться в студенчество, издали экзамены по логике, танцам и литературе. А для студентов были организованы концертная программа и интересные конкурсы. Одним из самых приятных моментов стало награждение лучших студентов учебных заведений города. Это день для студенчества, это, конечно, незабываемый праздник, потому что студенческие годы, это годы молодости, это годы задора, в общем-то, и поэтому я очень рад, что участвую в этом празднике. Ребятам, которые сейчас на экзамене, желаю хорошей сдачи, отличной сдачи. Тем, кто уже сдал хорошо отдохнуть, классных каникул, веселых каникул и всего самого классного! С Днём студента! Я всех студентов колледжа, университетов поздравляю с нашим праздником. Желаю, чтобы все зачеты и экзамены сдавались только на хорошо и отлично, чтобы всегда у них было хорошее настроение и чтобы, конечно, были все здоровы и счастливы. Диана Григорьева, Денис Ипайлов, Радик Загидулин, Универ Ньюс. На этом всё. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Я желаю вам хорошего дня. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!